Микс Ньюс Микс Ньюс Микс Ньюс Но наша терапия в основном на диалоге, на отношении. Мы во время терапии строим отношения между клиентом и психотерапевтом. У нас нет таких инструментов, каких-то конкретных техник, это такая терапия, где, сейчас так будет умно звучать, феноменологические расследования. Но это о том, что я с человеком, я про него ничего не знаю, у меня нет никакие предположения. И я вместе с ним исследую его жизнь, его жизненный контекст. То есть это такой классический вариант, который мы по фильмам знаем, где расскажем о своем детстве и так далее. Я не думаю, что это так совсем классический вариант, но я думаю, может быть, сейчас и не будем в этом влюбляться. Я думаю, очень многим классический вариант ассоциируется, что клиент лежит на кушетке. А психотерапевт с бумажкой и записывает. Да, и записывает. Вот это такое первое, что ко мне приходят клиенты, они действительно приходят с этим таким предположением и думают, что будет кушетка. Нет, у меня в кабинете нет кушетки. Я работаю с человеком, радио не увидит, как я показываю. Ну, напротив. Напротив, да. Да, да, напротив. И у нас есть, ну, мы оба одинаковые, да, поэтому в основном диалог на ты-ты, да, у нас нет отношения ты-вы. И, кстати, в основном мои коллеги и я в том числе мы не записываем. Записи может вестись после сессии, конечно, какие-то моменты я записываю. Ну, чтобы помнить, да. Да, ну, чтобы контакт был такой непрерывный, да, то я ничего не записываю во время сессии. А нет ли опасности, что что-то потеряется важное там с самого начала разговора или память натренирована уже? Невозможно это забыть и что-то потерять. Тут вот, наверное, тоже опять есть такое отличие, потому что это переживается. Когда я вместе с клиентом, с ним, да, в контакте, его переживаниях, это очень трудно объяснить, да. Но это происходит на таком физическом уровне, ну, как-то информация о клетках запускается. Ну, то есть ты переживаешь то, что чувствует он, эмпатия, получается, контролируемая. Ну, можно назвать эмпатией, да. Конечно, эмпатия тоже, ну, вообще-то то, что происходит здесь и сейчас. Ну, вот так, я, наверное, запутала. Нет, я думаю, ну, каково как. Если у вас появились вопросы, звоните, обязательно задавайте их, какие-то, может быть, детали. Но в целом, просто насколько я понимаю, там, изучая психологию и так далее, экзистенциально это именно тот, кто работает с какими-то проблемами, не знаю, мировоззрения, очень такими базовыми проблемами человека, то есть там, как он себя ощущает в мире, как он ощущает мир вокруг себя. И это, мне кажется, тем более интереснее именно вот в контексте подростков, потому что это, в принципе, часть взросления, осознавание о себе в этом мире. И если ещё какие-то появляются дополнительные проблемы, то мне сложно представить раздрай, который может твориться в психике. Да, я думаю, ты можешь представить, потому что ты тоже был подростком. Было дело? Да, было дело. И это помогает и мне в работе с подростком. Потому что, да, также в моей практике есть подростки. И именно то, что я тоже переживала это время, это мне помогает в работе с ними. И я помню сама этот взрыв, который происходит. Да, потому что мы просто забываем, так называемые взрослые, хотя почему я говорю так называемые, потому что когда я работаю взрослыми, очень много мы работаем как раз с проблемами, которые не пережиты в подростковом возрасте. И мы даже можем идти дальше, в детском возрасте. Но есть у нас внутри этот внутренний ребёнок, внутренний подросток. И они никуда не уходят? Ну, вообще-то они никуда не уходят. Всё зависит от того, как мы осознаём их. Поэтому терапия очень базируется на осознании. Самое важное – осознать этот мой внутренний ребёнок, внутренний подросток, и как он, ну, отражается, да, как я отношения настрою. Да, например, эти называемые тригеры. Да, что, ну, вот когда я не отвечаю миру, а реагирую сразу. Да, вот такое самое быстрое реагирование происходит, когда что-то меня зацепило как ребёнка, как подростка, а не как взрослую женщину. И вот это мы осознаём во время работы. Но если поговорить про этот взрыв, что происходит в подростковом возрасте, мне кажется, очень важно говорить, ну, какие процессы происходят. Ну, там же сразу и физиологическое, и эмоциональное, и психологическое, всё одновременно. Именно. Это действительно происходит. Поэтому, ну, мне очень понравилось, как ты сказал, взрыв, да, потому что он реально как взрыв, да. И, ну, да, меняется тело, да, оно может меняться по часам. Я сама помню, мой сын, ему сейчас 14, вот в прошлом году очень резко начались изменения. И вдруг утром просыпается мужчина, он со мной говорит на мужском голосе. Это было реально как такой клик, да. Ну, он же тоже это внутренне переживает, да. У меня друг, ну, другой голос, да. И сразу мир на это реагирует, да. Нет такого, потому что я вот по своему брату смотрю, ему 17, и мы с ним общались пару лет назад на эту тему, и он меня успокаивал, говорит, ну, я понимаю, что я сейчас подросток, и я понимаю, что у меня сейчас могут быть вот такие-таки вещи, и поэтому я их сам, ну, прорабатываю, и, зная, что они будут, могу на них реагировать заранее, что сейчас есть такой доступ к информации, что подросткам, ну, может быть, немножко легче или наоборот схожнее от этого всего. Ну, вот это очень интересная тема, что ты сейчас говоришь, но твой брат, ну, молодец, да. Брат-то и молодец. Да, и классно, что у него есть такой брат, с кем он может об этом поговорить. Да, это вообще классно, да. Да, но вообще-то то, что я вижу, и опять, да, не только в подростках, но уже и в взрослых, как будто есть очень много информации, ну, она реально есть, да, вся вида информации, она всем нам доступна. Ну, когда я разговариваю, есть очень много незнаний, и такие базовые незнания, да. И вот тут вот интересно, я думаю, мы слишком доверяем, особенно взрослые, ну, вот родители, скажем так, может быть, даже и учителя, что в данном обществе, ну, в нашем информационном поле всё есть, и оно всё доступно, да. Но ещё надо знать, что искать. И не всегда мы знаем, что искать, так и наши дети. И вот, например, насчёт сексуальности, есть вот эта такая вообще огромная тема, есть очень много незнаний. И даже вот такие базовые процессы, как, ну, вот, наверное, тут легче девочкам, потому что если мы говорим про менструальный цикл, всё-таки там есть, ну, довольно нормальные знания. Ладно, слово «нормальное», это, наверное, звучит так резко, когда я разделяю мир нормальный и ненормальный. Ну, в общем, есть. Ну, в общем, есть. Ну, в общем, есть. Девочки, в среднем, знают больше о себе, чем мальчики. Знают больше, знают больше, вот именно про таких, ну, базовых вещах. Интересно. А с чем это может быть связано? Я думаю, всё-таки мамы больше говорят с девочками. Там, наверное, есть и другие женщины, ну, я вижу от клиентов, и крёстные. Ну, да. Ну, и одноклассницы у кого-то раньше началось. Да, и девочки тоже самое, между собой больше об этом общаются. Да, да. Да. Также и там сёстры постарше, да. А мальчики, вот, например, тема полюции, они очень мало об этом знают. И есть, ну, я уже, ну, когда вот взрослыми работаю, которые переживали эти все процессы, ну, там было очень много испуганий. И вообще-то до такого уровня, что оно, ну, так, ну, можно сказать, стало травматичные следы. А теперь они не могут говорить об этом? Ну, вот, ну, со мной сейчас мы говорим. Ну, да. Да. Я веду со своими детьми там, например, в будущем, если не проработать. Я думаю, отцы вообще, то, что я, то, конечно, сейчас меняется, да. Ну, действительно, общество меняется. И сейчас такие отцы, которые помоложе, они всё-таки уже общаются как-то уже по-другому с своими детьми, подростками. Но всё равно, мне кажется, ещё до сих пор осталось то, что отцы меньше говорили своими сыновьями на эти темы. У меня есть такое подозрение. Оно, конечно, и опять то, что, наверное, надо было уже сразу сказать, то, что мы сегодня будем говорить, это не значит, что оно так есть. Ну, да, это личный опыт. Именно, да. Это всё очень так субъективно. И, может быть, если не субъективно, то то, что это не для всех. Но это тетенция, которая не работает с каждым отдельно. Да, 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 да. Именно, именно, именно. А, по-твоему, как тогда лучше вот сексуальная именно тема поднимать? Лучше в семье или всё-таки в школе, если это обученный человек, который может рассказать? Или всё-таки в семье родителям нужно переступить через какую-то, не знаю, стеснительность и так далее? Конечно, очень важно, чтобы в семье была эта открытость, да, чтобы можно говорить и о теме сексуальности. Но всё-таки подростки, ну, они не всегда будут слушать своих родителей. Да, это такая, ай, что вы там знаете? Да, да, да. Ну, есть. И это нормально, да. Подростки всегда будут отделяться от своих родителей. Это просто, это, слава Богу, что так происходит. Это возрастление. Это возрастление, это натуральный процесс, да. Но всё-таки знать, что мои родители готовы об этом говорить и не упрекать, это очень важно, создавать такую атмосферу, да. Но очень большую работу может делать школа об этом, да. И действительно, чтобы учителя, ну, говорили об этом. Конечно, сейчас тоже, ну, есть уже, нельзя сказать, что об этой теме уже в школах не говорят. Но мне кажется, но мне кажется, недостаточно, да. Мне кажется, действительно, недостаточно. Но есть ещё ощущение, что действительно это поздновато происходит, потому что обычно эти разговоры начинаются там в 14-15 лет, в лучшем случае. А мы знаем, что эти изменения происходят и раньше. И, собственно, чего греха таить, у многих и сексуальная жизнь начинается раньше. Да, хотя сейчас это тоже интересно, потому что вообще-то исследование показывает, что сексуальная жизнь сейчас начинается даже позже, чем, например, в моё время. Конечно, опять есть… Ну, это тенденция, не работающая на всех, да. Да, но нельзя сказать, что вот сейчас прямо так, что сейчас наши подростки раньше занимаются, начинают сексуальные отношения. Ну, я где-то читал исследования, я уже сейчас не могу быть уверенным во всех данных, что увеличивается количество асексуальных людей в целом, которые осознают свою асексуальность как норму, и поэтому, исходя из этого, и подростки позже начинают сексуальную жизнь, просто потому что они ещё пытаются понять, кто они на спектре, что называется. И опять-таки, возвращаясь к информации, которая есть в доступе открытом, что типа можешь понять, куда ты, кто ты. Ну да, говоря ещё, если вернуться к предыдущим, ну вот как семье об этом разговаривать, да. Как-то хочу сейчас это связать, то, что ты сказал. Да, потому что, конечно, подростку очень важная тема – это сексуальная идентификация. И не только, так же происходит половая идентификация, ну, гендерная идентификация. И что происходит? То, что я слышу от подростков, и даже не только от подростков, а взрослых, которым подростки эти темы заявили. Очень часто просто вот такие упрёки. Вот, например, ну что ты тут же спаришься? Ты тут всё выдумал. Это же пройдёт время, и всё поменяется. Это у тебя фаза такая. Это такая фаза. Это всё вот сейчас, ну вот только тебе так кажется. Да. И это часто. Действительно, я такого слышу часто. Да. И потому что родители, они не могут справиться, ну, со своим таким стыдом, что вот мне сейчас, ну вот как я вот сейчас буду жить, зная, что там мой ребёнок гей или, ну, в общем… Не такой, как все. Не такой, как все, да. И, знаешь, вдруг расскажу всё-таки этот пример, потому что очень свежая, и моя клиентка мне рассказывала. Это будет по другой теме, но о том же, да. Она спешила в школу. Вот я говорю, вот сейчас, когда школа началась… Это подросток? Моя клиентка, нет, взрослая, да. И со своим, ну, 11 лет ребёнком, да. Хотя сейчас подростки, мы уже говорим, что с 11 до 19, да, считается наше время уже. Спешили в школу, и она вдруг сейчас, замечает в машине, что у ребёнка разные носки, да. И она на это смотрит. А ребёнок, мальчик, да, он, ну, вначале посмеялся. О, ну, прикольно, как я так одел разные носки. А она говорит, я так начала орать на него, да. Как так вообще могло случиться, что ты надел разные, да, ну, носки. И потом, конечно, ну, мы об этом говорили, и уже, ну, она мне уже это рассказывала, но с таким, ну, 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 какая разница, какие ему носки. Это я не могла справиться, да. Это была первая реакция. Да, это, ну, реакция базана на чего, да, на том, что как я справлюсь, что сейчас, может быть, учительница увидит, да, что у него разные носки, там другие мамы, да. Что подумает, что я за маму, что я выпустила ребёнка с разными носками. И она говорит, она мне со слёзами это рассказывает, она говорит, я вижу, что ребёнок идёт в школу, и он штаны спускает вниз, да, ну, чтобы никто не заметил, да. Ну, вот так это происходит. И если так поглубже, ну, это происходит с тем, что, ну, как я с этим справлюсь, да, что вот, потому что ребёнок, он, ему было прикольно. Он сказал, вау, прикольно, как я так разные носки одел, да. И это, конечно, то же самое, и когда мы говорим, ну, вот про эти уже такие совсем, ну, серьёзные темы, как сексуальная идентификация. Но правда есть в том, что действительно ребёнок, ну, подросток, я вижу, и в своём кабинете работе меняется действительно эта сексуальность, она, это не такое, как в камне записано. Да, да, да. Да, вот сейчас это так и всё. Ну, особенно для подростков, когда вообще такой концепт сексуальности не было пару лет назад ещё, и он ещё, ну, пытается вообще понять, что такое это. Именно, именно, и вообще-то всю жизнь меняется, да, об этом, ну, тоже так мало говорить, но есть… Мне всегда казалось, что это просто, когда взрослые люди понимают свою сексуальность, они просто себе не задавали такого вопроса заранее. Или это именно, или это изменение, и мы, там, не знаю, вот я хоть определился к себе как гетеросексуального, лет через 10-20 я вполне вдруг могу что-то осознать новое о себе. Да, потому что мы каждый день открываем что-то новое при себе. Конечно, есть и такие ситуации, когда, ну, в подростковом возрасте просто не было время, ну, место, лучше сказать, не время, а место, да, чтобы, ну, с такими вопросами задаться. Просто человек рос, потому что так надо, вот так правильно, да. Кстати, тоже, когда родители мне звонят и записывают в своих подростках, то первая такая тема, ну, можно слышать, что они говорят, вот сделайте, чтобы он понял, что это неправильно, да, что вот так не надо. Да, 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 это честно. А откуда им эти знания как надо? Научены предками, традиции и, не знаю, культурный код. Да, да, да. Ну, вот у нас, у меня пару недель назад было интервью с двумя подростками нетрадиционной секциональной ориентации, правда, письменная, но оно вызвало определенный резонанс в комментариях, что же, ну, ты можешь догадаться, какой это такая действительно больная тема. Но я хотел просто, чтобы у нас здесь весь эфир был немножко пошире посмотреть. Я подумал еще вот о чем. Нет ли такого, что зачастую взрослые, в том числе и родители, к сожалению, они воспринимают проблемы подростков как неважными, потому что это проблемы подростков. Что вот у меня проблемы, а ты там разберешься, и все это, как бы, все пройдет. Что ты сейчас паришься? Да, именно так и происходит. И это такие темы, ну, даже про отношения, потому что ребенок переживает очень эмоционально первую любленность или там симпатии. А сухие взрослые уже знают, что это не навсегда и… Да, 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 да. И вот этот момент мы забываем немножко все-таки посмотреть, вспомнить, а как мне это было, да, как мне это было, и что я бы хотела, как мои родители тогда бы реагировали, да. Ну, я думаю, то, что больше всего, если так можно сказать, бесит подростков, это именно это, что… Снисхождение. Что взрослые думают, что их проблемы – это такие, ну, незначимые, ну, что ты там паришься, ну, что там, ну, это пройдет, ну, посмотри на меня, я же это все, да, прожила, ну, я прожила это. Ну, а вот этот метод, который ты сказала, что подумай, ну, обращаясь к взрослому, подумай, как бы ты себя чувствовал, будучи подростком. Просто я иногда, мы немножко до эфира в этом говорили, когда я спорю с людьми, которые считают, что иногда физически наказывать детей можно, и я им говорю вот это, а ты представь, каково тебе было бы, или вспомни, как тебе было. И он говорит, да, мне было плохо, но теперь я понимаю, что мне это помогло. И, ну, не пробиться через этот аргумент, что мне было нормально. К сожалению. Конечно, когда уже, ну, вот эти взрослые, которым было физическое насилие в детстве, в подростковом возрасте, ну, работая терапией, конечно, это уже, ну, все. Ну, они, ну, понимают, что это не было нормально, да. А, они понимают. Ну, хотя иногда на начальной стадии ко мне приходят тоже взрослые, которые считают, что им было, ну, прямо идеальное детство. Вообще, слово «идеаль» всегда есть подрез... Ну, пугает немножко. А, из дома. Подозрение. Подозрение, да, да. Ну, и потом уже далеко оказывается, что, ну, я так просто себе, чтобы выжить, да, мне было легче себе сказать, что это, ну, что у меня идеальное детство, да. Это меня сейчас немножко пугает, потому что у меня, конечно, было не идеальное детство, но очень близко к тому. Я думаю, я сейчас начинаю задумываться, вдруг у меня что-то даже себе задвинул. Ну, нет, нет, надеюсь, нет. Давайте, прежде чем я что-то о тебе обнаружу, примем телефонный звонок. А, есть телефонный звонок. Мне надо наушники одеть. Да, наденьте, пожалуйста, наушники. Да, добрый день, здравствуйте. Добрый день, Олег. Скажите, пожалуйста, вот такой вопрос у меня. Значит, вот общество, да, воспитывает людей, да. То есть человек, как таковое, это животное, которое можно воспитать. Понимаете, потому что если его не будут воспитывать и кинуть на остров, да, то он, вообще-то, зверем вырастет. Вот если общество будет воспитывать мужчин, как женщин, а женщин, как мужчин, скажите, какой процент, примерно, людей поменяет свой пол в сознании? Вот скажите, есть такое или нет? Спасибо, спасибо за вопрос. Тут, конечно, могли бы уходить в глубину, что такое воспитывать как женщин, как мужчину, но, наверное, в целом вопрос понятен. Ну, сложный вопрос. Вопрос, во-первых, ну, это уже первое, ну, как животное человек, да. Ну, это известное выражение, человек – социальное животное. Ну, да, да. Но все равно все-таки, ну, ладно, не будем это, наверное, тогда углубляться. Ну, в целом, я так понимаю, вопрос такой подразумевается, можно ли навязать подростку или человеку в целом какое-то восприятие гендера, восприятие сексуальности, восприятие какой-либо себя. Понимаешь, очень много в этой сфере сейчас есть исследования. Реально, они есть, да. Но к одному общему, ну, вот такому результату, как есть, никто еще не пришел. Наверное, потому что оно и нет одного общего, это индивидуально. И именно поэтому, да, да, да. Но все равно исследование продолжается. Да, 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 да. Но их адаптированные дети, ну, такими не становятся, да, они и хетеросексуалы. Но это конкретные примеры, они не могут быть доказательством, что называется. Да, да, поэтому, ну, да, и тут уже вопрос, что значит, ну, когда мальчика как женщина. Ну, можно ли, да, воспитывать мальчика как женщину. Ну, я так полагаю, что имеется в виду, что если девочку все время одевать в мужскую одежду, там, физическому труду воспитывать, отдавать какие-то там стереотипично мужские виды спорта, я не знаю, или секции, то будет ли она в 18 лет, будет ли она такая пацанкой, что называется, или она все-таки останется женщиной просто с какими-то стереотипично мужскими чертами. Ну, я так понимаю, вопрос. Ну, по крайней мере, не думаю, что именно, или даже если мы так будем делать, что девочка станет, например, гомосексуалом. Но это... Маловероятно. Это маловероятно, да. У нас нет такого, чтобы думать об этом. Конечно, этому, наверное, было бы легче. Да, тогда бы было на кого навалить вину, да. На общество. Да, вот что вот так оно есть и все, да. Но это такой очень легкий путь бы был, и все-таки мы более комплексные, да, свещество. Ну, вот когда я в свое время еще далеко учился психологии, нам такой концепт дали, насколько он правдив, вот я хочу как раз у тебя спросить, что психологические какие-то наши навыки или особенности один к десяти. Один – это биологическое, а десять – это уже то, что у нас воспиталось в детстве родителями. Ну, понятно, мы сейчас убираем сексуальность, потому что это более физиологический концепт, чем психологический. Но в целом, если мы говорим про характер, про какие-то особенности поведения, так и есть, это в основном наученное просто в семье или в обществе? В основном, да, это действительно очень влияет, да. То, какая у нас есть среда вокруг, это очень влияет, да. И поэтому тоже, чтобы мы говорили о каких-то изменениях, да, вот, например, как помочь подросткам, да, то это должно быть изменение на всех уровнях, да. Вот тут и происходит, вот как в обществе эти изменения, ну… Внедряются. Да, как их там просто сделать, да. На всех уровнях, то есть, начиная от семьи и заканчивая… Начиная, да, и заканчивая, да, до школы, и там совместная работа психологами, и, ну, потому что, когда, например, же, ну, вот приводят психологу ребёнка, вот исправьте его, да. Ну, во-первых, что значит исправить, да. Ну, во-вторых, чтобы какие-то изменения происходили, один психолог не может помочь. Иногда это есть такая, ну, как работа с мельницами, да, потому что, если семья не готова тоже на эту проблему посмотреть, да, со своей точки зрения, ну, тогда о каких изменениях мы можем говорить, да. Тут тоже, ну, вот, например, вот, ну, ладно, мы об этом уже говорили, но всё-таки, да, вот он не такой, да, вот ты там, в общем, дурак, ленивый. Посмотри на остальных, какие они, какой-то… Да, 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 и вот это такое, ну, можно называть и как газ-лайтнинг, да, потому что это значит, да, я знаю, какой ты должен быть, да, и, во-вторых, я не иду на общение, да, на какие-то там аргументы, а просто на обесценивание, да. Опять это снисходительность. Да, на критику и на обесценивание. Я думаю, даже тут не… ну, можно его и назвать снисходительность, но тут больше такого, как нехотение вообще увидеть, что во мне тоже есть, ну, проблема, да, что я тоже могу не знать и что я тоже, ну, ошибаюсь, да. Но частый контраргумент на это – это что я-то могу увидеть, но он не видит мою точку зрения или там она, что почему мой сын, моя дочь не может понять, чего я от него хочу? Вот это же то… не вставая на сторону, там, деспотичных родителей, но ведь обоюдный должен быть шаг или ожидать этого от подростка всё-таки несколько наивно? Ну, вначале это наивно, да, потому что если я не показываю пример своим, своим примером, как я строю отношения, ну, например, там, ну, своей семье, там, своими родственниками, своими коллегами, да, ну, то, конечно, ну, от кого больше всего он увидит? От примера, да. Это ещё такое, ну, если мы об этом возвращаемся, ты упоминала, что это процесс, он начинается с самого рождения ребёнка, я имею в виду какие-то отношения, которые строятся, и получается, что для родителя, если я правильно понимаю, важным должны быть любые проблемы ребёнка, которые он считает важным, ну, по крайней мере, показывать. То есть, понятное дело, что там для трёхлетнего ребёнка, для него важным будет, что у него сломалась игрушка, например. Хотя со стороны видно, ну, починим и починим, Господи, но надо показать, что ты понимаешь, что ему это важно, и тогда через, там, 15 лет он расскажет о своих проблемах в отношениях, а ещё через 10 о проблемах на работе. Да, ты очень точно это показал, потому что, да, самое главное, что я готов быть с твоими переживаниями, да, я их не обесцениваю, я их не критикую, я тут, да, мы тут. Да, мы тебя слышим, и мы с тобой. Это, конечно, сложно, потому что взрослые в своём детстве это не получили, да, нету этого, ну, знания, да, я это вижу и в паровых терапиях, ну, на этом и есть самое большое, ну, потолкование, да, что мы не даём место второму человеку быть своими переживаниями, да. Мы сразу хотим что-то починить, да, найти решение, ну, или ещё хуже их обесценить, да, это же не важно, что ты там, да, это же не важно. Ну, ты же тоже правильно говоришь, что это получается, как бы у родителей были их родители, у тех родителей были те родители и так далее, и так далее, выходит, ну, какой-то же выход должен быть из этого, то есть в какой-то момент ты должен сам себя изменить и сам с собой работать, чтобы потом передать это своему ребёнку и надеяться на лучшее. Ну, да, это, ну, так звучит всё очень понятно, правда. Ну, звучит очень сложно. Да, но, тем не менее, это очень сложно, но, слава Богу, что есть всё-таки, ну, какие-то уже изменения, да. А, есть позитивная какая-то анонсия? Я думаю, ну, например, я могу её замечать, потому что всё больше и больше людей начинает, например, приходить в психотерапию, да, это уже не какая-то там шарлатанство, например. Астрология, да, да, да. Также и мужчины, я думаю, тенденция хорошая в том числе, что всё больше и больше и мужчин начинает приходить, да. Ты знаешь, я вдруг вспомнила тоже одну, ну, разговор с моими коллегами, где одна коллега делилась, что она работала с учительницей, которая попросила детям конкретно, вот что вы бы хотели, чтобы я о вас знала. Да, да. И это, я так понимаю, что в американской школе такое началось, и она, ну, тоже вот такое попробовала, да. Вот что вы бы хотели, чтобы я о вас знала, или что я о вас не знаю, да. И вот я думаю, это очень важный вопрос, вот не только учителям, но и родителям, потому что мы очень много, ну, сами додумываем, да, что мы знаем о наших детей, да, но мы очень мало чего знаем, да, и только они нам могут это рассказать. И когда эта учительница получила эти ответы, они были анонимные, да, то там оказалось очень разное, то, что она даже представить себя не могла, да. Например же, ну, там такие очень грустные тоже, да, что, например же, мне сегодня не было завтрак, да. Я хочу, чтобы ты знала, что я сегодня не завтракала, да. Ну, потому что не было родителям возможности дать завтрак, да. Или там, например, что мои родители ночью ссорились, что, например, ну, тоже помню, что вот брат заболел, да. Какие-то такие, вроде, кажутся маленькие, но на самом деле очень важные вещи. Нет, ну, что-то я бы сказала, это такие, ну, очень важные вещи, но что я хочу с этим сказать, что от них же требуют одинаково, вот, например, в классе, да, дети, и от них, например, на контрольной работе от всех одинаково спрашивают, и оценки им ставят по одним и тем же критериям, да. Но когда ребёнок получает эту плохую оценку, да, мы не всегда знаем, что за этим стоит. Да. Это плохая оценка может быть связана не с тем, что он лентяй, что он не выучил, да, что ему это неинтересно. Это может быть не связано с этим, может быть, очень много причин, да. Ну, это уже, это совсем отдельный разговор про систему образования. Да, но это не только система образования, это опять, это всё общество, и также и семья, да. Когда ребёнок приходит дома с плохой оценкой, насколько мы ему спрашиваем, а вообще что за этим стоит? Это только то, что ты не выучил, и тогда тоже, почему ты не выучил, да, ну, что ты переживаешь, да, что на данный момент, ну, вот так получилось. А сразу мы начинаем, ну, что наш ребёнок лентяй, да. Ну, кстати, в обратную сторону, с хорошей оценки тоже многие не спрашивают, что он пожертвовал, чем он мотивировал себя. Да, спасибо, что ты вот эту обратную сторону, потому что она такая же, да, она такая же, да. И тогда тоже ещё, но то, что я понимаю, что самое такое главное подросткам быть видимым, чтобы их заметили, да, но они об этом не говорят. Они, может, и сами до конца не понимают. И они могут это не понимать, да, но они желают этого, да. И вот тогда тоже, вот, мне кажется, каждому у нас есть эта возможность, да, каждому, да. Мы можем на улице заметить подростка и ему улыбнуться, да, я тебя вижу, да. И вот от этого и начинаются изменения, когда я говорю про, ну, какие-то изменения вообще-то обществу, мы каждой можем это делать, да. У нас, к сожалению, там остаётся, может быть, минуты 4-3, да, от эфира. А быстро время прошло. Да, да, но хоть просто уже, ну, ты тоже уже начала так немножко итоги подводить. Я думаю, просто, ну, это такие, обычно, когда мы говорим нам с психотерапевтами, с психологами, я обычно в конце спрашиваю, может быть, есть какие-то там советы родителям, но они были рассыпаны у нас по всему разговору. Это слышать ребёнка, воспринимать его проблемы как важные, дать понять, что ты с ним рядом, что ты его чувствуешь. И тогда, ну, не только подросткам, я имею в виду любого возраста ребёнок, и даже, наверное, не только ребёнок, а, в принципе, любой твой близкий человек, к нему стоит так относиться. Есть ли какие-то, может быть, более конкретные советы, которые, потому что это они такие более поведенческие, а, может быть, конкретно, что можно сделать, ну, там, не знаю, сходить к психотерапевту или какую-то активность провести вместе. Ну, в общем, что может сделать родитель конкретно, чтобы помочь себе и своему ребёнку? Ну, да, просто делать мы можем очень много чего. Это следующая, ну, следующая передача, да. Я думаю, очень такое самое первое, что мне сейчас приходит в голову, да, это тоже мне помогла моя клиентка. Она сделала своей семье стену благодарности. Мы с ней говорили много о благодарности. Она вот такая очень креативная женщина и мудрая. И она вот сделала доску, где они, вся семья пишет, за что они благодарны. Благодарны друг другу, благодарны, ну, вот, например, там, в Латвии, да, и благодарны вообще в миру как таковому, да. Но эти ответы — это просто вау. Они это делают уже долгое время, да. И они таком… Во-первых, они очень много чего узнали друг от друга, да. И когда, например, ребёнок читает, за что мама благодарна папе, или там папа маме, да, но это им тоже показывает, как, ну, очень, такой многогранность, да. И, конечно, обществу, что, например, вот то, что даже вот мы сейчас в студии сидим, ну, кто-то же это всё приготовил, да. Люди, тысячами людей работали, чтобы вот мы могли сейчас так спокойно сидеть и общаться. Но мы ежедневно забываем об этом. И я думаю, если мы можем в семье вот такую линию как-то начинать, да, наверное, это бы сделало общество по, как сказать, светлее, наверное, да. Я, конечно, может быть, идеализирую, но я верю этому. Я думаю, это прекрасная нота, чтобы тогда вместо того, чтобы просто заканчивать, я скажу спасибо слушателям, что вы нас слушали. Спасибо экзистенциальному психотерапевту Эве Радфелдере, что ты пришла сегодня к нам. Спасибо Евгению Копеину, который был звукорежиссёром весь наш эфир. Меня зовут Артём Липин, ещё встретимся на Радио Волнах.